Обратный отчет. Ровно через год Великобритания должна покинуть Евросоюз. С каким настроением страна собирает чемоданы и уложится ли в срок, узнавала Ирина Иванова. Brexit не зря называют бракоразводным процессом. Он во многом похож на расторжение отношений. С разделом имущества, компенсацией за убытки и четким обозначением прав и границ. Такой сценарий поддержали почти 52% британцев, пришедших 23 июня 2016 года на референдум о выходе страны из Евросоюза. Вскоре эйфория сменилась тревогой. Резко упал курс фунта, посыпались фондовые индексы. Главный идеолог Brexit, обездационер Найджел Фарадж, внезапно ретировался. А сторонник Союза с ЕС, премьер Дэвид Кэмерон, объявил об отставке. Но власть поддержала решение народа. В марте прошлого года закон о Brexit был принят парламентом. И королева спустя 44 года после присоединения Великобритании к европейскому экономическому сотрудничеству подписала документ о выходе страны из ЕС. Хотя сами избиратели сегодня уже не так уверены в своем выборе. Я голосовал за выход из ЕС, но весь последний год думаю, может я ошибся. Может всем, кто совершил эту ошибку, необходимо дать второй шанс? Ничего, продержимся. Мы в своих словах уже сказали. Решение принято, поэтому нужно продолжать курс, а не думать о том, что могло случиться, если бы... Процесс застопорился в самом начале. Стороны никак не могли уладить финансовый вопрос. Представьте, что вы сидите в баре, заказываете 28 бутылок пива. И вдруг один из вас уходит, не заплатив. Это неприемлемо. Они должны заплатить. Совместными усилиями вышли на сумму в пределах 40 миллиардов фунтов стерлингов. Также договорились о том, что права граждан ЕС, проживающих в Британии, и британцев на территории Союза не пострадают. Открытым остается вопрос о границе между Северной Ирландией и Ирландией. Процесс развода затянулся до неприличия. Учитывая все сложности, стороны на прошлой неделе договорились, что после формального выхода в конце марта 2019-го Британия еще два года будет оформлять Brexit, сохраняя все права члена ЕС, кроме права голоса. Договоренность о переходной периоде Лондон и Брюссель должны закрепить письменно в конце этого года. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.